Привет, друзья! Мы вернулись на наш родной канал. Спасибо всем, кто помогал и оставался с нами в эти для нас очень важные дни. В этом первом дайджесте после неплохого такого перерыва мы вам расскажем об OpenAI, которая забеспокоилась об отношении людей с чат GPT в новом голосовом режиме. Илон Маск, который снова подал в суд на Сэма Альтмана. Американские власти, которые обсуждают принудительное разделение Google. Та же Google, представившая раскладушку Pixel 9 Pro Fold, и SpaceX, которая проведет первый в истории пилотируемый космический полет над полюсами Земли. Все это и многое другое прямо сейчас. Погнали! Начнем мы сегодня с одного из крестных отцов ИИ, Йошуа Бенджо, который присоединился к проекту британского правительства, направленному на предотвращение катастроф, связанных с ИИ. Проект под названием Safeguarded AI получил финансирование в размере 59 миллионов фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет. Основной задачей проекта является разработка ИИ-системы, которая сможет проверять безопасность других ИИ-систем, используемых в критических областях. Бенджо займет пост научного директора, где будет оказывать ключевую научную поддержку и давать консультации. Руководитель программы Safeguarded AI в Ариа пояснил, что цель проекта — создать ИИ-системы, способные давать количественные гарантии безопасности, такие как оценка риска. В проекте предполагается сочетание научных моделей мира с математическими доказательствами, чтобы обеспечить проверку ИИ-систем на потенциальную опасность. Люди-эксперты будут проверять корректность таких выводов. Существующие методы минимизации рисков, такие как Red Team, где специалисты ищут уязвимости в ИИ-системах, имеют серьезные ограничения. Safeguarded AI планирует предложить новые способы защиты ИИ-систем, основываясь на математической достоверности, а не на человеческих усилиях. В проекте рассматривается создание сторожевого ИИ, который будет отвечать за снижение рисков безопасности других ИИ-агентов, особенно в таких секторах, как транспорт и энергетика. Следующий шаг программы — построение моделей, способных проверять другие ИИ-системы. Ария также предоставляет финансирование для людей или организаций в высокорискованных секторах, таких как транспорт, телекоммуникации, цепочки поставок и медицинские исследования, чтобы они могли воспользоваться механизмами безопасности ИИ. В первый год будет выделено 5,4 миллиона фунтов, а в последующий — 8,2 миллиона фунтов стерлингов. Крайний срок подачи заявок — 2 октября. Ария также планирует создать некоммерческую организацию для разработки механизмов безопасности ИИ, выделив на это до 18 миллионов фунтов. Эта организация будет иметь разнообразный совет директоров, включающий представителей различных секторов, и будет ответственна за принятие решений по исследованиям и публикациям. Тем временем OpenAI забеспокоилась об отношении людей с ChatGPT. Общение с ИИ-чатботом ChatGPT в новом голосовом режиме, когда его голос ничем не отличается от человеческого, может привести к появлению пользователя зависимости от взаимодействия с ИИ. Как сообщает OpenAI, опубликовавшая в четверг отчет по поводу безопасности использования расширенного голосового режима Advanced Voice Mode, AVM для сервиса ChatGPT, ставшего доступным для небольшого количества подписчиков ChatGPT+, голос чатбота ChatGPT в режиме AVM звучит очень реалистично. Чатбот реагирует в реальном времени, может подстраиваться под прерывание, воспроизводит звуки, которые люди издают во время разговора, например, посмеивается или хмыкает, он также может судить об эмоциональном состоянии собеседника по тону его голоса. После того, как OpenAI анонсировала эту функцию у мультимодальной модели генеративного ИИ-GPT-4O, ее начали сравнивать с цифровым помощником ИИ из вышедшего в 2013 году фильма «Она», в котором главный герой влюбляется в операционную систему. Видимо, у OpenAI вызывает опасения то, что вымышленная история оказалась близкой к реальности, после наблюдения за пользователями, которые разговаривают с ChatGPT в голосовом режиме на языке, выражающем общие связи с инструментом общения. В итоге пользователи могут формировать социальные отношения с ИИ, снижая свою потребность в человеческом взаимодействии, потенциально принося пользу одиноким людям, но, возможно, влияя на здоровые отношения, отметили в OpenAI. В отчете также указано, что получение информации от бота в голосовом режиме, звучащем как «голос человека», может вызывать у пользователя больше доверия, чем следовало бы, учитывая склонность ИИ ошибаться. Кстати, еще немного про OpenAI. После отзыва своего иска в июне Илон Маск возобновил судебное разбирательство против OpenAI и ее гендиректора Сэма Альтмана, обвиняя их в мошенничестве и нарушении обещаний о некоммерческом статусе организации. В иске указано, что Альтман убедил Маска в необходимости создания некоммерческой организации для развития искусственного интеллекта в интересах человечества. Маск инвестировал в этот проект, рассчитывая на открытость исследований и создание конкурента Google DeepMind. Однако, как утверждает Маск, Альтман обманул его, преследуя корыстные цели. Когда технологии OpenAI приблизились к созданию общего искусственного интеллекта, AGI, и возникла перспектива огромной прибыли, Альтман изменил первоначальные планы и превратил компанию в коммерческий проект. Маск утверждает, что именно благодаря его инвестициям OpenAI вообще смогла существовать в первые пять лет. Он также подчеркивает, что неоднократно отказывался от предложений Альтмана о коммерциализации проекта, настаивая на сохранении некоммерческого статуса OpenAI и открытости технологий. В 2018 году он поставил Альтману ультиматум. Либо OpenAI остается некоммерческой организацией, либо он прекращает финансирование проекта. Теперь Маск, похоже, чувствует себя обманутым. В 2023 году OpenAI заключила эксклюзивное соглашение с Microsoft, передав ей лицензию на GPT-4 и все технологии, предшествующие созданию общего искусственного интеллекта. Одновременно с этим компания ввела платную подписку и не раскрыла публично результаты исследований и разработок, включая детали архитектуры, аппаратного обеспечения, методов обучения и вычислительных ресурсов, использованных при создании GPT-4, GPT-4T и GPT-4O. Маск утверждает, что таким образом общественность лишилась возможности открытого использования GPT-4 и связанных технологий, а все это было сделано исключительно для продвижения коммерческих интересов ответчиков и Microsoft. Погнали дальше. Американские власти решили обсудить принудительное разделение Google. Суд в США вынес знаменательное решение, что Google монополизировала рынок онлайн-поиска, в связи с чем Миньюз среди прочих вариантов рассматривает возможность потребовать разделения компаний. Вашингтон может потребовать этой кардинальной меры впервые с тех пор, как два десятилетия назад предпринималась безуспешная попытка разделить Microsoft. Менее суровые варианты предусматривают принуждение Google делиться большими объемами данных с конкурентами, а также меры, не позволяющие компании получать несправедливое преимущество в продуктах в области искусственного интеллекта. Правительство, скорее всего, будет добиваться запрета на заключение эксклюзивных контрактов, которые составляли основу иска против Google. Если Миньюз все-таки решится потребовать разделения компаний, наиболее вероятными кандидатами на принудительную продажу являются OS Android и браузер Chrome. Допускается также вариант принудительной продажи Google Ads, платформы текстовой рекламы. Еще один вариант продажи или лицензирования данных конкурентам, например, DuckDuckGo или Microsoft Bing. Поисковая система получает в 16 раз больше данных, чем ее ближайший конкурент, установил судья, что не позволяет конкурентам работать эффективнее и улучшать результаты поиска. Недавно вступившие в силу в Европе нормы, связанные со статусом цифрового привратника, обязывают Google предоставлять часть своих данных сторонним поисковым системам. Компания заявила, что полномасштабный обмен данными грозит конфиденциальности пользователей, поэтому информация будет предоставляться только по поисковым запросам, которые отвечают определенным пороговым значениям. В это время сама корпорация Добра показала свой новый смартфон Pixel 9 Pro Fold. Его представили на большой презентации Made by Google, которая прошла 13 августа. Это второй складной девайс в линейке Pixel. Благодаря новому чипу в нем сделают ставку на фирменную нейросеть Gemini, которая позволит генерировать тексты изображения, а также выполнять другие задачи. Первым отличием от прошлой модели стало название. Если предыдущая раскладушка называлась Pixel Fold, то теперь в имя добавили номер поколения смартфонов Google. Второе важное изменение — новый процессор. В девайс поставили Google Tensor 4, как и в другие свежие устройства. Также складной смартфон получил 16 ГБ оперативной памяти и от 256 до 512 ГБ основной памяти. У раскладушки увеличились экраны. Диагональ основного дисплея составляет 8 дюймов, разрешение 2076 на 2152 пикселя, внешний экран подрос до 6,24 дюйма, его разрешение 1080 на 2424 пикселя. В обоих случаях частота обновления составляет 120 Гц. Изменился блок камер, он стал двухуровневым, и его расположили не посередине задней панели, а в левом верхнем углу. При этом основная камера осталась прежней — 48 Мп. Также в смартфон установили телевик на 10,8 Мп. Зато улучшилась сверхширокоугольная камера. Теперь ее разрешение составляет 12 Мп. Также прокачались и фронтальные камеры — до 10 Мп как внутри, так и снаружи. Стоимость Google Pixel 9 Pro Fold на 256 ГБ — 1799 долларов, а на 512 ГБ — 1919 долларов. Ну и какой же кик без космоса? Компания SpaceX объявила о запланированном на конец 2024 года историческом событии для земной космонавтики — первом облете полюсов нашей планеты на пилотируемом корабле. Четыре астронавта-любителя совершат трех-пятидневный вояж над Землей, не залетая на МКС. Это будет уже шестая частная экспедиция на кораблях SpaceX Dragon, не считая доставку дежурных экипажей на станцию. В течение трех-пятидневной миссии экипаж планирует наблюдать полярные регионы Земли через купол Dragon на высоте 425-450 километров, используя подсказки космических физиков и гражданских ученых для изучения необычного светового излучения, напоминающего полярные сияния. Речь идет о достаточно новом явлении в полярных сияниях, впервые привлекших внимание ученых около 10 лет назад. Это явление в шутку было названо «СТИВ» и позже получило свою аббревиатуру «Strong Thermal Emission Velocity Enhancement» или по-русски «Сильное повышение скорости теплового излучения». Выражается оно в огромных светящихся лиловых с зелеными всполохами лентах в небе в приполярных регионах. Другими экспериментами на орбите станет первое в мире получение рентгеновского снимка человека в невесомости и наблюдение за рядом особенностей жизнедеятельности человека в космосе. И на сегодня у нас все. Спасибо, что посмотрели. Не забываем подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе новинок высоких технологий. Следите за техно-новостями также в нашей телеге и в ВК. Ссылки мы оставили в описании. Мира вашему дому!